Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 мая, день Феодота. Назван в честь святого мученика Феодота. Еще задолго до своего мученического подвига, святой творил много добрых дел. Он всемирно боролся против вожделений плотских, хотя и пребывал в законном супружестве, но вел борьбу с плотью своей, покоряя ее духу. Считал пост началом и основанием всякого благого дела. Умерщвление тела считал обязанностью каждого христианина. Жажду богатств святой побеждал у стерпной раздачи всех своих богатств нищим. Этот день славяне связывали с дубом. Дуб был символом могущества, чистоты, славы и веры. Впоследствии из дуба стали строить церкви. Рубить дуб считалось большим грехом. Его валили в строго определенное время, объединивших всем селом, для того, чтобы разделить тяжесть греха. Под дубом проводились свадебные церемонии. Молодые шли к дубу, взявшись за руки, после чего три раза обходили дерево вокруг. После этого их брачный союз считался священным. В православной церкви почитали памяти мученика Федота и семи дев. Федота на Руси считали помощником весны. В народе говорили, придет Федот, последний дуб лист расцветет. Если на Федота дуб разворачивал листья, это к богатому рожаю. Сегодня старались посеять лен. При этом приговаривали, сеет лен у семи ален. Приметы. Если дуб распустил листья раньше ясеня, лето будет засушливым. На дубе листья развернулись и стали быстро расти к хорошему клеву щуке. Замечали. За сырым маем чаще всего следует сухой июнь. Туманы в мае к плодородию, грозы к обилию, а горад к неурожайному лету. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты. Что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во всем. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!